у вас я видел у вас там много котов так и что ну мы в городе живем как бы нет возможности их выпускать и ну потому что под машину попадут там какую не знаю заразу поймают в городе у нас вот да да я не выпускаю у нас такой вот код домашний черный ну так а зачем же кастрировать его ну как бы чтобы у нас кошка еще тоже стерилизованную чтобы вот он на нее не прыгал не хотел узнать я про я про грех у меня точно та же кошки в доме и кошка тоже вот кот прыгает я сразу разделяю его в подпол или где-то и все никакой нужды нет в организовать томата они делаются дурные злые эти кошки то это ненормально для них и ловить мыши не не ловят он и не нужен так маями на физическом уровне то у них там ничего не сделается не знаю у нас была такая кошка подарили у меня надежда васильевна была и она была стерилизован она злая ни на руки не взять ничего нельзя так и погибла и и выпустили тут кожи напали на ее собаки и за разодрали прям подойдет у меня ну и что допустим он пор и дальше то что вот у меня кот и кошка я выпускаю в деревне на везде и бывает она катилась лопатой копнул сколько и землю поднял положила кто-то закрыл все нету и опять полгода нету ну в общем как бы не знаю почему я так сделал как бы решил домашнего сделать из него знают так делают я никогда за это не иду другое дело там это поросенок а то-то с тобой живет в комнате у тебя сейчас собак дело стерилизует она никуда не угодно у нее нюх пропадает там все она никакая собаку кошку нельзя делать этого а вот свинья барана лошадь быка это все нормально чему я веду то вообще в голове просто не укладывалось что взяли так вот и ну отрезали ему там у органы как бы там по любому что-то нарушится я думаю там я не знаю и вот вообще имели ли мы право в боже творение лезть так почему вы не спросили до этого то когда сделали тогда начинаете говорить что теперь говорить так когда уже сделали теперь ты имеете то что имеете не ну еще как бы знать уже просто по-другому чувствую себя стал это один молится и говорит господи ну почему такое вот тут женщина прям девушка была я играет ангел звал на руках носил но потом говорит когда женился горит ну прям ведьма какая а господь будто бы ответил ему говорит дева его я сотворил а женщинам вы сами их делаете все верно относиться к жене надо как немощному сосуду пожалуйста смотри а то она может как чугунный котел тебя разобьет и все немощный сосуд пусть она себя подобно и ведет на тебя нигде ни одного слова не повышает ты с бородой чтобы она скажет а власть над тобой не должна меня трогать ты замужем замужем за замужем сзади тогда этот ноль в 10 раз увеличивать единицы я вам говорил математически если женщина 0 то мужчина это один два или три если она впереди станет получим 0,1 если сзади станет твоя единица сразу в 10 увеличивается но они сейчас хитрые говорят больше меня будешь два раза получать тогда буду замужем а кто и позволил так говорить я говорю господь как повелел что мужчина глава в любом случае какой бы не был это не надо и слова такие говорить они запоминаются вам и потом портить отношения будут она должна быть покорна наклонила голову благослови брат написала письмо пока ты письме не поставишь аминь она не должна его отсылать на ты просто расскажи по-хорошему то если она христианка она же должна понять ты унижаешь себя и так учить длине не позволяю не властвовать над мужем но быть безмолвие вот предложение это звучи наизусть апостол павел просто не рождена свыше рождена не рождена она должна принять это принять а это ей в тягость вот когда она жила бы по духу то ей бы легко было бы а когда она не рождена как бы и тяжело в тягость соблюдать заповеди она не из-за любви а почему ты такую взял потому что я выбиралась я выбирал знаете как себе жену чтобы было как скромная из как говорится современных ну как какие вот есть типажи сейчас есть там разгульные там но она не такая поэтому я и вот теперь трудись над ней она трудись шлифуй да во славу божию во славу божию на молитву проси чтобы вставала с тобой сам упражняйся в этом не будь слишком суров а вы во сколько стоит в 4 40 всегда а вот мне же как-то вас вот моя жена она еще меня разбудит если я даю стучит стучи мне но я все это в три часа или пол третьего всегда пока почту разберу меня очень большая почта все время пишут новые душа приходят к христу в церковь приходят я я знаете как мы прошли тоже многое как бы у нее отец умирал никому не нужен уже у нее в больнице лежал туберкулез легкие выплевывал и все равно как бы дайте мне сигарету вот и получилось так что что как бы я пришел к нему вечером вообще не хотел идти а вот как вот побуждение такое прийти вот и как бы произнесли мы с ним молитву покаяния тот момент больно я уже вроде уходиться уже но молитву произнесли мы с ним перед господом ну хорошо вот я 10 июня если господь благословит я уезжаю по skype уже до 10 октября у меня разговора не с кем не будет десятого четыре месяца и по телефону мне не звонить я не отвечаю никому игнать тихонько я сейчас сам уезжаю я сейчас сам на четыре месяца уезжаю до октября вот нормально но на будущее знаете звонить бесполезно хорошо а вот вот про кошек скажите вообще откуда они взялись кошки из египта была какая-то дикой породы и да 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 там написано пророка исаи и примата вот написано в плаще иеремии прочитайте в книге плаще иеремии кошки говорит там такие а у исаи написано дикие кошки скачет с лешими там все это описано если вы не знаете где я вам покажу у меня стихотворение написано про кошку вам будет очень интересно и она исполняется музыкально поется гид на гитаре я вам поговорим я вам ее сброшу называется так а вы в интернет зарядите запишите рукой я скажу как называется ролик запишите запишите название я сейчас беру для многих кошка не последний друг для многих кошка не последний друг все заряжаем эту строчку это стихотворение и ты будешь слушать песнопение про кошку она включена сейчас включая быстренько тогда где тут заходи заряжать сейчас прям при вас сейчас конечно ну можешь в конце там поставить если так и не откроется и лапкин и гнать и поставь для многих кошка не последний друг да я желаю сил там потеряем и там там сейчас трудиться придется нынче зимой мне пришлось держать 9 кошек и никого не кастрировал 9 так получилось беспризорных кошек взял всю зиму трех кошек кормил для многих кошка не не последний друг вот и все включай все не получается я в этом в гугле набираю для многих кошка не последний трат дракон какой-то вылази друг друг вы берите ее в этом ю тубе в ю тубе заряжайте а в ю тубе надо ну я же сказал что исполнять на гитаре еще не понятно то вы скопируйте я хотел через гугл так при чем тут гугл то это если вы хотите стихотворение найти тогда ставьте там стихотворение выйдет мое для многих кошка не последний друг открылась я просто пишу сейчас половину буквы не попадаю многих а вот для многих кошка не последний друг отключай погромче тут это там женщина сидит в платке да может быть так давай галина галина загуляева да да и последний друг египетское чудо совершенства У ног моих свернулась спящий круг И греет электрическою шерстью С детьми умеет ласково играть Скрывая в каждой лапке пять кинжалов И жалостно сумеет покарать Когда их хвост как недругу прижали Без кошек там по нашему амбару Каюху юну наших погребов С мышами Закренело Ну ладно, мы уходим, все Все, уходим, давай Давай, ладно, расстаемся, потом послушаешь Во, стихотворение Все, спаси, Христос, с Богом Тебе понравится, все, ничего больше нету? Я говорю, сил вам, успехов потеряйте на целое лето вам Господь помоги 10 июня, так что еще до 10 июня можем встретиться, если будет нужда Все, слушай Все, хорошо Слушай, слушай стихотворение, как поется Тебе очень понравится, я уже знаю тебя Ну все, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!